Привет, мои дорогие зрители и подписчики! Сегодня я вещаю прямо из своего офиса. И хочу вам рассказать о латте-арте. Сегодня я и Борис Таниколай рассказываю и показываю вам всё о приготовлении капучино, а также как сделать рисунок. Готовимся делать напиток. Снимаем холдер и жмём пролив, чтобы избавить группу от остатков кофе. Затем рожок отстукиваем и протираем начисто. Включаем кофемолку, настроенную на мелкий помол, и ждём заполнения двух ячеек. После чего высыпаем содержимое в холдер и равномерно распределяем. Берём темпер тремя пальцами, чтобы он при темперовании был горизонтально и дайвен. Образуя плотную таблетку, наш кофе не размоет. Убираем остатки в бункер и жмём второй пролив, чтобы эспрессо не получился горелым. Время экстракции от 20 до 30 секунд, а выход одной порции 30 мл. Далее нам нужно подогреть и взбить молоко. Продуваем форсунку для удаления остатков и вставляем её в питчер. Носик при включении пара должен быть в молоке, а после его медленно поднимаем и взбиваем пеной. Чтобы не было пузырей, стоит наклонить питчер до образования кругового вращения молока. Время до 70 градусов. Это идеальная температура для насыщенного вкуса. Как сделать рисунок? Готовый эспрессо при проливе образует крема, на них и ложится пена, образуя рисунок. Чтобы всё получилось, надо вливать тонкой струйкой молоко в эспрессо, двигая питчер по кругу, как при перемешивании. Благодаря этому мы поднимаем крема и создаём полотно. Далее нам надо опустить носик и не отрывая струи выложить пену. В конце процесса надо как бы разрезать пополам свой шедевр. Получается рисунок под названием Розетта. Повторяем, пока не получится. Далее рисуем тюльпан. Всё то же самое, только теперь надо резкими наклонами носика выкладывать пену. То же самое делаем и с третьим рисунком, только здесь надо одним движением образовать максимально симметричное сердце. Многие любят мишек на кофе. Чтобы его сделать, необходимо при вливании молока образовать головы нос. Делается это так же, как и при рисовании тюльпана. После вам необходимо ложкой выложить уши и лапки. Далее взять шпажку и крема, нарисовать глаза, усы и прочие детали. На всё это у вас есть минута. После становится тяжело рисовать. Учитесь, экспериментируйте и если что, обращайтесь. Надеюсь, мой урок вам помог. Спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. До новых встреч. Пока.